То есть, какие-то есть кафе, которые обмен вот этой вот пластика на еду. Ну, почему и нет? Ну, конечно, хорошие там дадут себе. Да, это другое дело, но бодрелка, там, конечно, не дадут. Но я считаю, такие инициативы, как, например, можно устроить кафе, сдавать люди батарейки и им что-то давать, например, свежие яблоки. Правильно? Какие-то такие вещи. Третья инициатива была вот сейчас в Дании. Значит, очень много яблок. Год яблочный, я не знаю, в России вам тоже год яблочный, да? Они падают везде. Они сделали патрули, яблочные патрули. Значит, яблоки собирают, потом, ну, что ты можешь есть, пожалуйста, съешь, да? Значит, на биогаз. То есть, автобус ходит на яблоках. Я была в школе, в датской школе. Что делают датские школьники сейчас? Они придумали. Это наша садичка, и у нее очень много вот этих контактов в экологической сфере. Мы привлекаем к этому, чтобы показывать так. Я закончила в 1983 году Московский государственный университет с красным дипломом. И была презентована как бывший студент России. То есть, я не боюсь это сказать открыто. Факультет? Физический факультет. Мой научный преподаватель был Сухоруков, который потом стал ректором физфактора МГУ. Значит, потом я проходила практику у академика Прохорова, о котором я рассказывала вчера. Академик Прохоров получил Нобелевскую премию за лазеры, которые он открыл, вместе с американскими коллегами. Но Прохоров сделал это на полгода раньше. Он был моим руководителем. После этого я сменила специальность и пошла в подводную акустику. Я занималась акустикой и животными, которые в воде. Так что я знаю немножко вашу тематику. Информация секретная. Вы носите секретную информацию. Очень секретная информация. Да, я занималась вопросами китов и вопросами пластика, которые эти киты кушают. Сейчас вот киты умирают, потому что у них внутри их разрезают. Там лежат просто по 20-30 пакетов, которых люди покупают в магазине. Они их вот так вот открывают, амс, и потом у них в желудке, в печени все это происходит. Вы понимаете? Кроме того, я занималась вопросом глобального потепления. И вот эта вот температура на 1,5, 1,2, 1,8, сколько же у нас потепления? Вот этим мы занимались с американскими учеными. И мерили в глобальном эксперименте, где два корабля. Один был около Сан-Диего, а второй корабль был около Новой Зеландии. И вот поэтому по огромной вот этой территории мы измеряли температуру. Вот так вот. Вот таким вот. То есть, брониент предмеряли? А? Бониент предмеряли. Мы измеряли так называемый акустический канал. Мы измеряли по звуку. Так как звук, скорость звука зависит от температуры в воде, то измеряя скорость звука в воде, можно определить с точностью 0,01 косвенной. И это температура воды. Но это очень важно. Потому что это даже важнее, чем температура воздуха. Так нагревается океан или нет? Да. Но не так быстро. Теплоемкость большая. Не так быстро. Вы знаете, на Южном полюсе льды растут. Про это никто не говорит. Сколько бы я в форумах ни говорила, я сказала, что Северный полюс тает, Южный растет. Я была в Чили, работала в Чилийском университете. Полюс или полушария? Полюс. Полюс. Лед, лед. Ледяные, ледяные. В Антарктиде наращивается.